Вы правильно отметили по поводу категорической позиции Российской Федерации участия в данной какой-то переговорной площадке по Крыму, и они это публично, неоднократно уже говорили, и президент Зеленский об этом упоминал на своей пресс-конференции. Может, все-таки речь идет о создании группы стран, которая соберется, будет разрабатывать механизмы давления на Российскую Федерацию, ужесточения санкционного режима или что? Ну, возможно, очевидно, что речь идет о том, что Россия в этом участвовать не будет, понятно. То есть это будет, условно говоря, собрание союзников в таком широком термине военного времени, то есть союзники большой буквы, которые объединены идеей сдерживания российских геополитических амбиций в Центрально-Восточной Европе. То есть, да, я, в принципе, думаю, что так оно и будет. Вопрос насчет того, будут ли готовы эти страны разрабатывать эти механизмы, опять же, вкладывать ресурсы в разработку этих механизмов и их имплементировать, я не уверен. Я не уверен, потому что мы уже прошли этот этап. То есть 2014-2015 год был ключевым, когда, собственно, это произошло, когда была единая консолидированная реакция достаточно многих развитых государств, Западной Европы и Евросоюза, и там тот же Соединенных Штатов и других, по поводу введения санкций и других ограничений против России за аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса. Но с тех пор прошло время. Сегодня я не вижу этой единой позиции на Западе. Ну вот такой, какая была в 2014-м, ее нет. Насчет того, ну вот, поэтому я не могу вот что-то определенное сказать, и плюс, я думаю, они сами не могут, пока не поймут какие-то подробности об этой платформе. То есть что нового мы хотим им предложить, чтобы отличалось от реалий 2014-го года? Потому что очевидно, что вернуться к статусу 2014-го года не получится. Уже другой мир, он изменился, и многие элементы международной правовой системы, которые мы апеллировали в 2014-м году, типа Будапештского меморандума, например, к сожалению, они умерли. Ну вот по поводу Будапештского меморандума, это, наверное, же не зря. Недавно вице-премьер, министром по вопросам реинтеграции для временно оккупированных территорий Алексей Резников упомянул о том, что нужно пересматривать Будапештский формат. Может, как раз-таки речь идет о его привлечении Соединенных Штатов к этому формату? Или что? И вообще, что значит пересматривать, да? Я думаю, эти процессы связаны. То есть и заявление Резникова, и его статья в Atlantic Council по этому поводу про Будапештский формат переговоров, и вот эти вот сейчас поездки, и это все связано, мне кажется, это вот часть одного курса. Но опять же, вот я прочитал и статью Алексея Резникова по этому поводу, по Будапештскому формату. Опять же, я понял идею, я понял логику, там она есть, там все, в принципе, рационально, а вопрос один. Ну, конкретно, что предлагают?